Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самары Елена Лапушкина выступила перед депутатами городской думы с ежегодным отчетом о работе мэрии в 2020 году. Его ключевыми темами стали строительство новых школ и детских садов, благоустройство общественных пространств, ремонт дорог, ЖКХ, социальные и культурные проекты. Подробности в репортаже наших корреспондентов. О самых важных социальных темах города за 41 минуту. Именно столько длился отчет главы Самары Елены Лапушкиной перед депутатами Гурдумы о работе мэрии в 2020 году. Так, муниципальная казна увеличила налоговые и неналоговые доходы на 55 миллионов рублей в сравнении с прошлым годом. Таким образом, доходы бюджета за год выросли на 6% и превысили отметку в 30 миллиардов рублей. Свыше 88% этих средств пошли на образование, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную политику и культуру. Несмотря на трудности, Самара по итогам истекшего года успешно справилась с поставленными задачами. Удалось выполнить намеченные планы по строительству и реконструкции важнейших объектов в социальной и коммунальной сфере, достичь целевых показателей национальных и региональных проектов. В минувшем году город участвовал в реализации 8 национальных проектов. В рамках нацпроекта «Демография» в 2020 году администрации города обеспечены ясельными местами 4965 детей. Введены в эксплуатацию два новых детских сада на 455 мест, из них 135 ясельных. В результате за год показатель доступности дошкольного образования для детей ясельного возраста вырос на 25%. За счет проведения ремонтных работ в 47 детских садах, за счет доукомплектования групп, создано более 2000 дополнительных ясельных мест. В 2021 году мы не снижаем ТЭПа, планируем ввод новых детских садов. Проведен капитальный ремонт пищеблока в девяти школах города, капитально отремонтированы кровли в шести учреждениях. На оснащение мебелью, оборудованием и инвентарем муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году направили более 70 миллионов рублей. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2020 году из аварийного фонда переселено 497 семей. Это на 173 семьи больше, чем в 2019 году. Отложен жилищно-коммунальный вопрос. Концессионное соглашение с самарскими коммунальными системами позволило обновить объекты водоснабжения и водоотведения, а самое главное – снизить экологическую нагрузку на реку Волгу. Создано и реконструировано 249 объектов, в том числе и в микрорайоне Волгарь. А переход на модель альтернативной котельной позволил в два раза увеличить объемы ремонта теплосетей. Активно ведутся работы и по благоустройству общественных территорий. Завершаются работы по благоустройству вертолетной площадки и сквера Аксаковых. По программам формирования комфортной городской среды, «Твой конструктор двора» и губернаторскому проекту «Содействие» в Самаре благоустроена 261 дворовая территория. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт самарских дорог направили 1 миллиард 245 миллионов рублей, что позволило отремонтировать более 54 километров асфальтового покрытия. Все запланированные в 2020 году мероприятия по ремонту дорог выполнены в полном объеме. В результате за последние три года в Самаре доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 33% до 56%. Были и масштабные транспортные обновления. Капитально отремонтировано шесть вагонов метро. Кроме того, для самарского метрополитена закуплен новый четырехвагонный поезд. В непростой 2020 год городские власти уделяли внимание культуре и спорту. На территории города появилось семь спортивных объектов, а четыре музыкальные школы оснастили инструментами. Сегодня мы получили всеобъемлющий материал, сконцентрированный. По части вопросы обсуждались на разных профильных комитетах. Мы заслушивали и на коллегии при администрации. Мы слушали отчеты профильных департаментов. Но сегодня объемно, в то же время лаконично, все это было доведено. И, наверное, отличие этой лаконичности заключается в том, что мы сегодня слушали результат. Важным показателем работы городской администрации было не только созидание, но и поддержка. Речь о малом и среднем предпринимательстве. Общий объем финансовой поддержки субъектами МСП превысил 168 миллионов рублей. Кроме того, самарскому бизнесу была предоставлена отсрочка по уплате аренды муниципального имущества. Снижен корректирующий коэффициент базовой доходности. Наиболее пострадавшие отрасли освобождены от уплаты 20% из численного земельного налога. Предоставлено 32 гранта на сумму порядка 5 миллионов рублей на возмещение расходов на оплату труда. Малый и средний бизнес – это основа любой экономики. Мы принимали решение по поводу уменьшения арендной платы, отсрочки арендных платежей. Эти меры позволили предотвратить сокращение более 400 рабочих мест. Ольга Павла, Ольга Хомракула, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. В Самаре продолжается подготовка к будущему отопительному сезону. В связи с ремонтными работами в городе планируется перекрыть движение на нескольких улицах в период с 11 по 14 июня. Это связано с тем, что теплотрассы проходят под проезжей частью. Соответствующее указание дал первый заместитель главы города Владимир Василенко на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Таким образом, ориентировочно в период июньских праздничных выходных будет перекрыто движение на улице Мяге, Мариса Тереза, на Авроре, а также на проспекте Кирова в районе Безымянской ТЭЦ. Все схемы ограничения движения с подробным разъяснением маршрутов объезда находятся в разработке. Также первый вице-мэр рассказал о выходе служб по ремонту на три новых объекта по перекладке труб. Советская армия добавилась, два объекта, внизу который по НФС, который во дворе, с тыльной стороны, но он тоже называется вроде Советской армии, но он с тыльной стороны, вот где магазин турист. Вот этот объект добавился, и объект добавился, который на сегодняшний день в районе Печорской и Артемовской, которые тоже заходят во двор. На сегодняшний день работы ведутся уже на десяти объектах. Напомню, что в этом году в Самаре запланирована перекладка труб на 52 участках. А пешеходная Ленинградская заиграла новыми красками. Здесь появился ковер из 18 тысяч ярких петуний, кан и тагетисов. Свежие растения посадили взамен тех, что погибли из-за аномально жаркой погоды этой весной. Сохранить притягательные одну из знаковых точек города дала поручение глава Самары Елена Лапушкина. За преображением улицы наблюдала Мария Левина. Одна из главных визитных карточек города-курорта – пешеходная улица Ленинградская. С каждым днем становится ярче. Тысяча квадратных метров клумб с петуниями, тагетисами, каннами. В этом году высаживать однолетние цветы решили пораньше, но погода преподнесла сюрприз. В этом году часть цветов погибла в связи с аномальной жарой, также с сильным шквалистым порывистым ветром. Поэтому сейчас досаживаем погибшие цветы, меняем на уже здоровые новые. На обращение самарцев оперативно отреагировали. По поручению главы города Елены Лапушкиной приступили к посадке новых растений, помимо 18 тысяч уже высаженных. Над цветочным ковром работают 10 мастеров. Для начала подготавливают клумбы, рыхлят землю. После посадки за дело берется поливочная машина. Полив и уход за цветами осуществляется ежедневно. Кроме того, особое внимание уделяют и тротуару, который также сначала очищают от пыли, а затем поливают водой. За работами следят сотрудники МБУ Дорожное хозяйство. Мы заезжаем и смотрим, чтобы проводилось своевременное подметание, мойка покрытия, полив деревьев, полив газонов. То есть непосредственно за этим осуществляется у нас контроль. Старания бригады не проходят зря. Пешеходная зона улицы Ленинградской никогда не пустует. Вечером здесь проходят концерты. Часто прогуливаясь, можно услышать и иностранную речь. По улиц любят гулять туристы. И сами самарцы не упускают возможности почувствовать себя на курорте. Пусть даже в обеденный перерыв. Мы работаем, мы не гуляем. Красивая очень улица, благородные зоны. Цветы, фонтаны, красивые дома. Самара вообще кровотная зона. На две недели раньше в этом году начали и покос травы. Первоочередными стали гостевые, знаковые и туристические экскурсионные маршруты. Мария Ильевна, Николай Сидоров. События. Продолжается в Самаре и благоустройство дворов по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В Куйбышевском районе в этом году предусмотрено обновление трех таких территорий. До конца лета подрядчик завершит работу по благоустройству в полном объеме. Как в ближайшее время преобразится двор, узнали наши корреспонденты. Татьяна Чучелина в доме 13 по улице Фасадная живет уже 44 года. Говорит, что за все это время капитального ремонта двора не было. Вместе с инициативной группой она взяла ситуацию в свои руки. Жители решили поучаствовать в федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проект одобрили и теперь здесь ведутся работы. Подходим, смотрим, спрашиваем, что они делают. Но к работе подрядчиков у нас нет никаких замечаний. Они вообще молодцы. Все хорошо, быстро делают. Мы довольны. На благоустроенной территории место для отдыха найдется для каждого жителя. Вместо старых разрушенных качелей и скамеек вскоре здесь появятся новые благоустроенные. Установят детскую игровую площадку с резиновым покрытием. Также предусмотрено обновление внутриквартальных проездов и инженерных сетей. Здесь будет многофункциональная спортивная площадка, которая будет включать в себя гимнастическую зону, зону тренажеров, а также для игровых видов спорта, в частности, будет для игры в баскетбол. Площадка. Этот двор рассчитан будет абсолютно на все категории граждан. Работы выполнены уже на 65%. К середине июня подрядчик планирует сдать готовый объект. Сложностей не было никаких. Планировку провели. С администрацией взаимодействовали. Деревы, какие мешали, тоже убрали. Старые мафы тоже. Всего в Куйбышевском районе в этом году по программе формирования комфортной городской среды комплексно обновят три двора. Кроме того, в порядок привозят дворы и по программе содействия. В планах городских властей сформировать до осени три заявки для благоустройства. Напомним, что отдать свой голос за выбранный объект можно через госуслуги. На сайте 63.городсреда.ру и через виджет «Мой выбор. Мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутриградских районов. Михаил Ермоленко, Мэри Елчан, Максим Гусев. События. Купаться пока запрещено. В Самарской области установилась жаркая погода и пляжи уже переполнены желающими отдохнуть. За последние несколько недель в необорудованных местах погибли 8 человек, двое из которых несовершеннолетние. Какие правила на воде нужно соблюдать, чтобы отдых не обернулся трагедией, знает Мэри Елчан. Пляжный сезон в Самаре еще не стартовал, но из-за жаркой погоды жители города открыли его еще две недели назад. За это время произошло уже 8 несчастных случаев со смертельным исходом. Один буквально на днях. Трагедия случилась в Кенеле. Мальчик 11 лет находился в водоеме, который не предназначен для купания. В таких местах нет спасателей. Если что-то пойдет не так, рассчитывать на помощь практически бесполезно. Инспекторы ГИМС просят быть осторожным на воде и не плавать в непроверенных местах. Несмотря на то, что воздух прогрет уже более 35 градусов, да, и устоялась постоянная жаркая погода на территории Самарской области, вода не превышает еще даже 14 градусов. Перепады более 20 градусов очень опасны для жизни и здоровья населения, граждан. В связи с этим даже у подготовленных людей, которые при таком перепаде заходят в воду, возможны судороги и даже до остановки сердца. Регулярные инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды, в ходе которых проводят разъяснительные беседы и раздают памятки на тему безопасности на воде. Прежде всего, рекомендуется не совмещать отдых у водоемов с принятием алкогольных напитков. Нетрезвое состояние, переоценка своих сил и возможностей может привести к трагическим последствиям. Также особое внимание уделяется вопросам безопасного отдыха детей. Я смотрю, он маленький-маленький, он заскакивает вот так в воду и ничего, они смотрят спокойно на них. Ну нормально рассчитают. Кто так считает, кто наоборот старается не допускать. У меня, допустим, вот дочь, она мою внучку, ей уж 12-й год, она бы никогда в такую воду не пустила, она боится, трясет, как бы чего. А эти вот, такие вот, сейчас молодежь, она раскованная. Конечно, нужно всегда смотреть и видеть своих детей, вот, и смотреть, видеть, чем они занимаются, вот, потому что помимо того, что они могут в воду убежать, они могут еще малышей особенно что-то в рот схватить, вот, то есть это тоже важно для безопасности. Открыть пляжи официально планируют в середине июня. К этому времени водолазы уже исследуют дно. Будет проведена санитарная проверка воды, на берега завезут новый песок и выставят спасательные посты. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. Эфир продолжит блок экономических новостей. Его подготовила Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Действительно ли торгово-промышленная палата предлагает увеличить налоги? Да, но речь идет только о высокооплачиваемых россиянах, таких 1% населения. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 28 мая 73 рубля 45 копеек. Евро 89 рублей 65 копеек. Нефть марки Brent торгуется на отметке 68 долларов 19 центов за баррель. Торгово-промышленная палата России предложила ввести прогрессивную шкалу налогообложения и поднять сборы для части граждан. Для самых высокооплачиваемых работников налоговая нагрузка может увеличиться до 45%. При этом налоги могут отменить для тех, чья зарплата меньше 13,5 тысяч рублей. В торгово-промышленной палате считают, что повышение налогов коснется 1% россиян и что переход на ставку 15% НДФЛ недостаточен. Прогрессивная шкала налогообложения действует в России с 2021 года. Повышенную ставку 15% вместо 13% платят люди, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год, но только сумма превышения. Всемирный банк предложил России новую программу борьбы с бедностью. По его оценке, в стране каждый рубль соцпомощи снижает дефицит доходов бедных только на 17 копеек. Россия тратит на социальную помощь 3% ВВП. Много по меркам развивающихся стран, но бедность в стране сокращается медленно, утверждает Всемирный банк. Российское правительство ставит задачу сократить уровень бедности в стране до 6,5% к 2030 году. Однако при сохранении существующих условий эта цель остается недостижимой, считает Всемирный банк. Институт предложил новую национальную программу борьбы с бедностью в России, которая будет более экономной и более результативной. По мнению экономистов, контингент получателей помощи нужно расширить, внедрить комплексную оценку нуждаемости, установить единые правила соцподдержки. Зерновой рынок России ждут реформы. Союз экспортеров зерна приступил к подготовке пакета предложений, которые он планирует представить к сентябрю. Россия не сможет обеспечить выполнение плана по поставкам зерна на мировой рынок без рейдовой перевалки. Об этом заявила, выступая на стратегической сессии Союза экспортеров зерна, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее данным, не менее 12 миллионов тонн зерна грузится на рейде. При этом ощущается нехватка береговой отгрузки. Так что без рейдовой перевалки справиться будет невозможно. Ранее Министерство природных ресурсов внесло предложение запретить рейдовую перевалку грузов, чтобы не вредить экологии. Во время рейдовой перевалки только в акватории Черного моря произошло более 600 ЧП, когда разливались нефтепродукты или химические вещества, гибла рыба и другие морские обитатели. Но для сельскохозяйственных грузов, в том числе зерна, в этом запрете может быть сделано исключение. Пока, по словам Лут, в списке запрещенных зерновых культур нет. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. За сутки в Самарской области зарегистрировали 75 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в губернии 64 451. Тем временем в регионе продолжается вакцинация. К примеру, в селе Хрящевка многие жители уже получили второй компонент вакцины. Подробности в нашем следующем сюжете. Геннадий Калинин говорит, не любит откладывать дела в долгий ящик. Если нужно решить проблему, делает все быстро. Поэтому, как только появилась возможность привиться от коронавируса и защитить свое здоровье, не раздумывал ни минуты. Сегодня он получил уже второй компонент вакцины. Потому что решил прожить еще 150 лет. Не буду болеть ни гриппом, ни остальной заразы. Второй раз на процедуру пришел Иван Сурыгин. Говорит, удобно, что в районную поликлинику ехать не надо. В село прибыл передвижной фельдшерско-акушерский пункт, в котором есть все необходимое для вакцинации. Решился, потому что, наверное, сам работаю в сфере с продуктами, с людьми общаюсь. И самому болеть не хочется. Мало ли что, других могу так же заразить. Поэтому страшновато. Решил сразу при первой возможности сделать вакцину. Чтобы сделать прививку в мобильном пункте, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Прививка от коронавируса добровольная и бесплатная. Сделать ее может любой желающий старше 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Перед прививкой врач обязательно проводит осмотр, консультирует. Ну, во-первых, это очень большая ответственность за наших родных и близких. Поэтому, я считаю, это нужно делать и обезопасить, конечно, себя, в первую очередь, своих родных. По словам медиков, прививки легко переносятся и не вызывают никаких осложнений. В отдельных случаях возможно повышение температуры, озноб и головная боль. Но симптомы проходят быстро. Причем недомогание чувствуют только молодые. Люди старшего возраста переносят прививку незаметно. В мобильных пунктах получить вакцину можно в порядке живой очереди. Что касается поликлиник, то тут требуется предварительная запись через портал госуслуг или по телефону 122. Завтра и в выходные возле торговых центров Самары будут работать мобильные прививочные комплексы. На сегодня привились уже почти 389 тысяч человек. И свыше 314 тысяч из них прошли оба этапа вакцинации. Виктория Шарая, События. Настало время возрождать духовно-нравственные ценности, в том числе возрождать институт семьи. За последние годы увеличилось количество разводов. Чтобы прервать эту неприятную статистику, за одним столом собрались представители разных общественных организаций и обсудили возможные пути решения. К чему пришли эксперты, как в современном обществе сохранить островок тепла и понимания, свою семью расскажет Мария Левина. 80% современных семей, по данным социсследований, распадаются в первые 5 лет брака. Такая тенденция заставляет включаться в проблему общественные организации – образовательные, волонтерские и православные. О развитии духовно-нравственных ценностей в обществе представители НКО поговорили за тематическим круглым столом. Обычными человеческими силами в современных условиях практически невозможно переломить эту антихристианскую, антисемейную тенденцию, которая наблюдается. Когда человек получает духовные силы, он получает возможность терпеть, получает возможность любить, получает возможность угождать Богу и сохранить эту семью вопреки всем невзгодам. Психологи же придерживаются более приземленных взглядов. Сейчас существуют различные типы семьи. К примеру, демократические и матриархальные. Все они нетипичны для российского общества. В этом и видят главный камень преткновения специалисты. И выход здесь один – возрождение традиционной семьи с ее ценностями. Причем это не история о супруге-тиране и безвольной жене. Это о том, что мужчины и женщины разные, но вместе с тем равные. У каждого своя роль. Если мужчина создан первично, по образу подобию Божьему, и он ориентирован все-таки больше вовне, то есть он ориентирован на защиту, помощь, на обеспечение семьи. Женщины созданы вторично. Это неплохо, нехорошо. Это просто наша реальность. Это разные антологии творения полов. Женщины созданы вторично, призваны стать помощницей Адама, равносущной Адама. И вот это глубинное единение разных полов, единую целостность, позволяет снять вот эту тихотомию, снять конфликт между половыми. Мнения церковных служащих и психологов сошлись в единой точке. Работу по развитию нравственных, в том числе семейных, ценностей стоит начинать с юного возраста. И поддерживать благие намерения человека на протяжении всей жизни. Самарский союз журналистов уже четверть века ежегодно проводит акцию благородства, которая рассказывает о неравнодушных жителях губернии. К счастью, в нашей губернии таких людей гораздо больше. А журналисты рассказывают о этих людях, ставят их пример. Но это же замечательно, когда среди даже лауреатов нашей акции есть совсем молодые люди, самому молодому лауреату 4 года. Этот ребенок спас из пожара своих братьев и сестер. 4 года. Трудно переоценить и вклад СМИ в развитие ценностей. В частности, телеканал «Самара ГИС» никогда не пренебрегает добрыми новостями. В эфире транслируются социально ориентированные проекты, такие как «Просто о вере», «Хочу домой», «Разговор по душам». Новый проект в поддержку пострадавших от домашнего насилия появился и в наших социальных сетях. Мария Ильевна, Константин Головин. События. Провести время на свежем воздухе с пользой для ума. В Струковском садушках для буккроссинга сегодня пополнился новыми экземплярами. Во Всероссийский день библиотек. Книги привезли члены общественной палаты Самарской области. Книги они собирали вместе с горожанами. Какая литература пользуется спросом у самарцев, расскажет Виктория Шаре. Обменять часы скуки на минуты наслаждения пришла в Струковский сад большая любительница чтения Ксения Попова. Точкой притяжения для нее здесь является шкаф для буккроссинга. Сегодня Ксению ждал приятный сюрприз. Шкаф пополнился новыми экземплярами. Девушка тут же присмотрела себе книгу. Говорит, фильм про Анжелику видела неоднократно, а вот книга в руки попалась впервые. Я считаю, что сегодняшний день, на сегодняшний день это очень важно. Когда можно прийти, открыто взять любую книгу, которая тебе понравится абсолютно бесплатно. Если тебе что-то дома надоело, ты уже 15 тысяч раз это перечитала. Можешь принести и поделиться, обменяться. Новые книги пополнили сегодня сразу три уличных шкафа для буккроссинга в Самаре. Помимо Струковского сада они появились в сквере на Революционной и в сквере Чехова, а также в 15 учреждениях культуры. Книги с помощью горожан собирали члены общественной палаты Самарской области и предоставили их читателям во Всероссийский день библиотек, который отмечается 27 мая. Самарские жители – это жители интеллектуальные, это жители креативные. И если мы даем право книге поделиться своим содержанием с новой семьей, может быть, дать какой-то толчок к мыслям, и эти мысли будут о комфортной среде для жителей нашего региона, то, конечно, мы это сделаем. Среди книг, пополнивших шкаф, есть и исторические романы, и учебная литература, и билетристика. И очень много о краеведении, потому что большую заинтересованность в проекте традиционно проявляет Союз писателей Самарской области. Для буккроссинга они предоставляют экземпляры, которых не встретишь на полках магазинов. Вообще буккроссинг, он очень важен, потому что люди в свободной форме, в свое свободное время спокойно могут взять понравившую книгу, забрать ее домой. Взамен, может быть, захотят на следующий день принести другую. То есть досуг в скверах, в парках, он будет проведен с пользой. Шкаф для буккроссинга в Струковском саду у горожан пользуется особой популярностью. За прошлый сезон оборот книг в нем составил 5000 экземпляров. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам самого доброго.